Привет, друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я буду готовить картофельные зразы с грибами. У меня уже есть рецепт зразы с капустой. Это будет другое блюдо, хотя оно очень похоже. Начинки будут разные. Как известно, картофельные зразы любят практически все. Вопрос начинки и приготовления. Что же понадобится нам сегодня для нашего рецепта? Для нашего сегодняшнего блюда нам понадобится, конечно же, картофель, уже отваренный в подсоленной воде. Водичку я слила и тепленькая она ожидает. Также мука для теста, конечно же, грибочки и лучок. У меня такая синяя красивая луковичка, но можно взять и белую. И, конечно, соль и перчик. Нам нужно размять нашу картошечку. Хорошо. Начиночку нашу грибную вкусную. Лучок вначале сыпем. Немножко солим и будем сейчас грибочки добавлять. Обжариваем лук и будем добавлять грибочки. Закрываю крышечкой, пусть немножко протушится. Наши грибочки уже готовы. Будем тоже их снимать, охлаждать. Немножко будем подсыпать. У меня мука цельнозерновая. Можете брать какую-то белую, пшеничную. Будем сейчас лепить наши прекрасные сразы. У нас получается вот такое тесто, что-то среднее между картошечкой и тестом. Картошечка с мукой. Дальше у нас начиночка готова. Остыла уже. У нас место, там, где мы будем слепленное складывать. И мука для обваливания наших зраз. И можно еще ручки немножко мукой сделать, чтобы не очень прилипало тесто. Хотя тесто у нас очень хорошее, не липкое. Но все равно картошка есть картошка. Сейчас на ручку насыпем немножко и будем липать. Делаем такую лепешечку. Грибочки сюда. Их хочется съесть. И можно положить сверху кусочек вот такую маленькую лепешечку, сделать и защипнуть. Маленькие не получаются все равно. Ну, вообще большие есть прикольнее. Как по мне. Можно сделать вот такие длинненькие, можно кругленькие, но вообще мне нравятся длинненькие. Немножечко в муку обгулять. Пусть ожидает жарки. Если прилипает, ничего страшного. Берем вот так вот макую руки. Будем жарить наши прекрасные зразы, которые уже ждут, не дождутся. Наливаем масло. Сковородка хорошо уже прогрета. Прошло несколько минут. По звуку я чувствую, что нужно превращивать. Проверим. О, классная курочка. Какая-то нежная получилась. Получаются очень получились. Можно немножко сильнее, чтобы темнее была курочка, но мне нравится такой вариант больше. Так, снимаем готовые наши красавицы. Курочка хрустящая. Это чувствуется даже сейчас во время снятия. Наши картофельные зразы с грибами готовы. Пахнут восхитительно. Корочка классная. Мне нравится. И я хочу, конечно, поскорее уже попробовать. Так, потом вот эту. Мне больше всего понравилось. Ну, я попробую сейчас. Вкусно. Я так говорю удивительно. Но вкусно, конечно, вкусно. Я хочу показать начиночку. Ее много. При этом они целые. Они не распались. Великолепно. Классно так сочетаются грибочки. Лук, перчик чувствуется. Но немного. В меру все очень нежно. Это блюдо мне очень нравится. Думаю, понравится и вам. Готовьте поскорее и с удовольствием, друзья. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. И пишите в комментариях, может быть, какой еще рецепт вы хотели бы увидеть. До скорых встреч! Пока-пока!